Особливость Гомеля – его дровлянная архитектура, которая является одной из самых интересных в Беларуси. Еще на начале 2020-х годов город на 90% был дровлянным. Какие тайны заховывались, еще заховывались такие будинки, об этом часто мы уже никогда не доведаемся. При этом разговоре идёт не только о материальных, но и о исторических каштонностях. У тымлику на папировых носьбитах, махчимы этой книги так само были б страчены, когда не трапили уроки проректора по науковой праце Гомельского державного университета доктора наук профессора Олега Демиденки. Подчас рамонту дома 1905 года побудовы тут нашли два сборники. Постановка органов юстиции и декретов рабочего и селянского урада. Заходная дадена есть только на первом выдании «Ростов-на-Дуни» 1921 год. Когда мы находимся возле здания, которое было построено в 1905 году. И принадлежало одному из ведущих адвокатов города Гомеля. Во время ремонта здания, в частности во время ремонта крыши, вот в углу, в ветреннике, были найдены две книги. Знойденные книги можно лечить артефактами. Официально публикация нормативных документов урада краины, у Советской России распространялась только с верстня 1924 года. Знойденные сборники надрукованы как минимум на три года ранее. На первой стороне декреты Другого Усероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов. Самый первый – о потворении Совета народных комиссаров. Номер 2 и 3 – знакомитые декреты мира и земли. Право приватной властности на землю отменяется на защоды. Сапсование конфликтованной майомости, якая теперь належит народу, обвешается тяжким зальчинством и карается революционным судом. Декрет номер 4, до речи, тысяча адменность миротной казни, номер 7 – свободы Друку. Шматые документы, созданные сборников, оказались маловядомыми, навык для российских историков и юристов, не кажучи уже об обычных студентах. На историческом факультете Гомельского державного университета со знаходкой уважливо ознайомились и пообещали выкрасить отриманную информацию, как в учебном процессе, так и науковой деятельности. Мало тех исследований, которые пишутся. Прежде всего историк, профессиональный, особенно историк, он должен обращаться к первоисточникам. Тем документам, которые вышли в ту эпоху и которые отражают и дух, и содержание той эпохи, и реально показывают, о чем думали те люди, которые принимали решения, какие решения принимались, что и как было. Вот источник – это то, что позволяет нам создать реальную историческую картину.